привет вас ну не знаю как у вас у нас сегодня похолодало ну как 9 градусов тепла вчера было 22 так что свежевато но я не в погоде я приглашаю всех желающих сегодня четверг 12 апреля 2018 года на стрим почему сегодня ну просто день такой может по этой причине сегодня 21 00 жду вас сегодня на стрим задавайте интересные вопросы ответим задавайте можете в анонсе написать заодно потом во время уже непосредственно стрима пообщаюсь и газа травочки такой небольшой ответит на вопрос точнее на комментарий одной из моей зрительниц когда я рассказывал про там возможные последствия санкции против россии про олигархов естественно она писала типа такой комментарий что без олигархов лучше что вот странные где нет олигархов лучше стоп и для моей зрительницы для всех я хочу вам напомнить что был такой период в истории россии и украины когда олигархов не было напомнить я напомню оттавский все хорошо знали помните начало 90 помните олигархов не было серьезно были красные директора но и в украине россии были красные пинжаки да помните были базарщики челноки вот это был то есть когда нет олигархов стране она пускается ниже никто ниже плинтуса за плинтуса по этой причине даже то что сейчас происходит ой какой ребята помните начало 90 вот это да когда грубо говоря 10 долларов считались очень большие деньги 50 сумасшедшие деньги когда действительно что называется кто-то заработал 200 долларов ой боже вот-вот купить бушную с адрипаном автомобиль считалась такая удача вот это без олигархов и еще раз напоминаю сша основа экономики олигархи европе олигархи в россии олигархи в украине олигархи белоруссии великий батьков олигарх и мелкие его там помощники даже казахстане олигархи но их можно называть успешный бизнес как только нет олигархов превращается в 90-х вот в африке действительно страны нет нищета ужасно да там малый средний бизнес еще раз говорю малый средний бизнес без крупного не существует поймите вы наконец для того чтобы вы могли продать что-то на базаре сначала уже прийти покупатель который получит зарплату где крупной корпорации кто больше всего платит налоги крупный бизнес то больше всего поставляет на экспорт крупный бизнес то в конце концов вы что думаете если вы челнок там к мешок картошки на экспорт тащил это что бизнес или там что как мне это понять не может предпочтение олигарху можно сказать какого-то проклинать считать да они довольно жадные сразу я не встречал добрых олигарх ни американских нет не встречал не может быть еще раз повторяю так уже сложилось основа мировой экономики это олигархи их можно назвать по-разному но не олигархи но я все-таки жду вас на стрим 2100 сегодня задавайте интересные вопросы